продолжается эпопея санта-фе закончил я капот все тут ровно все красиво максимум повреждений был крыша у нас стеклянческая но все вот здесь по бокам у нас проблемки вот здесь тоже как мы видим вот они вмятинки у нас не видны невооруженным глазом в общем есть еще над чем поработать чем поиграться вот продолжаем эпопею с хундайчиком надо все это сделать но и опять же здесь работать придется только клеевой если на капоте клеевой невозможно было работать нельзя было там разбирать сверлить и так далее то здесь у нас будет только клеевая ну что же поехали чуть она поменьше стала первый раз чуть дернул сейчас надо дальше под пробить и видишь она потихоньку выйдет так конечно очень сильно еще видно сейчас чуть под замерзнет будем дергаться посмотрим как тут выходит какой тут металл лучше уже стало все тоже все те же продолжаю воевать с умятинами потом сниму что получится вот так потихонечку мятинка выходит ну что же продолжаем не все так легко и просто как хотелось бы вот мятинка немножко коварная попалась не хочет она выходить вот приходится и с ней немножко позаниматься уже конечно получше чем было но тем не менее все предстоит с ней повоевать вот так уже тут более-менее подуспокоилась но тем не менее еще мятинка есть у нас вот и и хотелось бы сделать как можно лучше к сожалению крючком туда не залезть вот и подправить невозможно поэтому только клеем вот она наша вмятина сдаваться она не хочет но сделать ее надо поэтому будем еще делать дальше не хочет она нам надо вот она эта красота резкость на виду в принципе сделал на рубу чуть там конечно косячишки есть на белом цвете это на улице заметить сложно вот такое вот будет видно хорошо пока продолжаем работу это оставляем потом когда уже буду выводить дефектовать все вот здесь еще подправлю пусть она пока подумает немножко продолжаем работу дальше камера снежит конечно ну ничего вот такое бывает тоже все равно вот умятина внутри видно еще не вышло так вот она наше место почти все получилось но еще немножко надо заделать еще один заход выдернулся чуть-чуть я сейчас надо подзабить и будет все нормально в принципе уже так тут более-менее ничего стало так где она была у нас вот она в линии практически уже видно что ровно а так чуть-чуть блячок там есть но опять же это вот восьмикратное увеличение показывает что принципе там вот она складочка есть ну а так тем более на улице найти будет это трудно ну а так если присмотреться все машины он пожеланная и без этого ведешь по шагрине и видно вот они очередные вмятины всем надо еще поработать вот видно продолжаем такой шишмарик получился на теперь его забивать вот смотрим что получилось вот это место не было мятинка это восьмикратное увеличение так все чисто поехали дальше вот очередная мятинка у нас клеиваемся на вмятинку и будем ее вытаскивать так выдернул я ее рядом вот на молдинге видно вмятинка от града возможно одна и та же градина это саданула рикошетом молдинге я делать не умею вот это надо забивать вот и все вмятинка сделано да вот большим увеличением восьмикратным видно что тут вот как бы но это все шагрине спрячется и не будет видно тем более еще раз повторюсь белый цвет ну и второй момент такой что залезть оттуда крючком надавить там очень острым не получится поэтому в принципе мятинка считаем что сделано есть пределы у этого в этой технологии тоже и такие маленькие мятинки клеем сделать не получается но опять же повторюсь это для тех кто просто вот но если предвзято к этому относиться как мы видим все это теряется очередная вмятина вот прям на ребре вот она видна все займемся вместе практически на излете на ребрышки тоже у нас получилось мятинка родовая выковырина да так получается но это бывает одна на тысячу когда один раз дерну и мятинка вышла но это получается как я говорю одна на тысячу а может и больше но повезло один раз беремся боковинкой вот видно мятинки тут есть присутствует камера может не передавать иногда бывает и так что камера не передает того что видит глаз но тем не менее они вот они присутствуют вот их видно ну вот мы видим мятинки потихоньку они улетучиваются вот еще видно то есть работы хватит есть на чем тренироваться очередная ямка вот выше еще одна видна очередная мятинка наша крылья не такая большая но и не маленькая сейчас ее надо будет выковырнуть чуть перестарался ну вообще-то это кажется чтобы гор большой просто увеличение большое ты показалась в камере можно увеличить и под увеличением лучше видно поэтому я пользуюсь максимальным увеличением только остался след от пробойника ну это под полируется на удивление этот лачок мягковатый и на нем остаются следы хотя машина заводская как не чистишь пробойничек следы остаются ну как мы видим мятинка выравнилась просто остался след ну это полировкой все убирается хорошо что не упала ну вот все видно и так полирнул чуть-чуть благо полировалка тут рядом всегда все нормально все красиво лампочка упала на уже миллион раз падала ничего поднял отряхнул и опять в бой вот мы видим все нормально по ковешку у нас теперь переходим сюда наверх тут интересно крыша стеклянная вот железка вот железка а вот этот клюв пластиковый так что вот эти две железки тоже пострадали как я уже говорил вот они мятинки у нас вот их тут достаточно заниматься будем выпрямлением вот такая вот красота у нас есть ну все тоже и все так же в принципе особо не вижу смысла тут снимать сниму потом на финише ну вот одна мятинка уже практически ушла чуть-чуть чуть-чуть еще поднять и хорошее так тут закончена резко снова здесь так не хочет сделано тут у нас еще есть мятинки вот 7 штучек тут на этой половинке продолжаем работу вот такие красивые они у нас вот вот будем мы делать вот так попала джина ямка на крыше осталось вот и и надо сейчас доделать этап вот они и ямки то же самое на 2 железяки это пластик вот на пластике есть тоже там какие-то грехи но бы не так вот на металле мятинки очень даже хорошо просажена вот продолжаем изощряться с клеем тут чуть по желанности есть камера как-то не выхватывает слепит вот они такие маленькие вмятинами их язык не поворачивается называть но все равно такие неровности глазом видно чуть по чуть надо будет их подобрать видны тут такие вот в тени но это как бы мелочи столкнулся я вот с такой проблемой здесь стекло вот здесь железка вот это нормальная а вот этот вот клюв это пластик вот на этом клюве там пару тройку вмятин было вот и вот этот металл очень жесткий прям как будто другая машина совсем ну конечно я это все дело до нянчил вот все нормально все как бы ровно все хорошо но тем не менее удивительно что вот этот кусок металла вот но это собственно сама дверь да вот на машинке и он оказался очень жестким металл именно вот этот вот так вот кому то может эта информация пригодится а так металл довольно таки хороший на машинке с ним приятно было работать вот шагренька как мы видим крупная иной раз можно мне есть спрятаться вот такие дела